Приветствую вас на телеканале «Импакт» в программе «Влияние». С вами Нелли Мертес. В августе и ноябре мы уже встречались с вами, и цель моего приезда в Америку – продолжить тему, которая называлась «Обольщение в пророческом служении» или «Обольщение в церкви». Господь Иисус, находясь на земле, рассказал нам притчу о том, что добрый человек посеял семя на поле своем, но пришел враг и разрушил его работу. Он посеял плевелы, он посеял злые семена колючих кустарников, и поэтому эти плохие семена часто заглушали полезные растения, заглушали пшеницу. Что же делать? Пойду и вырву плохие семена, пойду и вырву плохие растения, подумал хозяин. Но суть этой притчи такова, что если он вырвет плевелы, тогда повредится и пшеница. Поэтому Иисус сказал резюме, сказал итог, что Бог поступает так же. Бог сей добрые семена в наши сердца, Бог сей добрых людей и в нашей церкви. Мы имеем благословенных людей, но среди них могут появляться люди, на которых сильное влияние имеет сатана. Но Бог не изымает негативно из церкви. Почему? По притче Иисуса ясно, что Бог допускает существование плевелов, имея определенную цель – научить нас отличать истинное от ложного. Давайте еще раз вспомним, для какой цели служит истинное пророчество. А значит, ложное пророчество служит для противоположной цели. Откровение Божье созидает, научает, мотивирует, ободряет, утешает, указывает направление и действие, указывает стратегию. Бог подсказывает нам, как нам функционировать в церкви и в личной жизни. 14 глава Коринфянам, 1 Коринфянам, говорит о том, что откровение Божье обличает, корректирует, вразумляет, скрывает ошибки с целью исправления и покаяния. И так сказано, цель увещевания – есть любовь от чистого сердца. Какие бы мы ни были одарованы, мы не имеем права подавлять друг друга, мы не имеем права устраивать рабовладельческий строй в христианской церкви, потому что мы – служители, мы должны служить коленопреклоненно, любя друг друга и помогаясь поднять друг к другу. Цель лжепророческого духа – обольстить, то есть привлечь лестью, скрывая истинную сущность его характера, которую указал Христос в Иоанна 10, 10. Иисус говорит, враг пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Сначала он ворует веру, потом ворует тебя от Божьей истины, от Божьего царства, от Божьей церкви, а потом ему легко тебя убить, разрушить и погубить в гиене. Итак, враг пришел украсть. Как он это делает? Открыто? Конечно, нет. Он маскируется. Он маскируется в лесть, особенно в пророческом служении. Итак, обольщение – это ширма, надутая реклама, за которой стоит обман. Второе фессалоникицам 2, 3 сказано, пусть никто не обольстит вас. Значит, есть кто-то, кто готов нас обольщать, кто готов замаскировать свою деятельность в самую позитивную форму. В Ефесянам 5, 6 написано, никто да не обольщает вас пустыми словами. Итак, Библия подчеркивает, что неправильные слова могут нас вывести из правильной божественной колеи. Неверные откровения тоже. Иеремия 23, 32 написано, пророки ложных снов вводят в заблуждение, обольщают. Что такое обольщать? Это значит сбить с истинного пути, послать на соседнюю тропинку, идентичную, очень похожую на божественный путь, но идущую рядом и идущую к неправильной цели. В лжепророчестве имеются ярко выраженные пункты нарушения божественных принципов, которые я в прошлый раз просто называла, а сейчас постараюсь интерпретировать, объяснить. 1 Тимофея 4, 1 сказано, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем». Итак, обман, обольщение, дух вещунский, спиритический, прорицательский, тоже может действовать в христианской среде. Рассмотрим предпосылки для действия духа заблуждения. Прежде всего, неочищенный сосуд. Помните, я говорила вам эту тему вскользь, сейчас чуть-чуть больше расскажу. Если я, будучи неверующим, имел контакт с духами лжи в прошлом, это будет влиять на мое будущее, христианское бытие. Я расскажу вам один пример. Вы, может быть, не будете согласны со мной, но это факт, который произошел в моей личной жизни, и который я не могу игнорировать. Я только подскажу вам, как я избавилась от этой проблемы. Когда мне было лет 17, я была на вокзале в 3 часа ночи, провожала гостей. Смотрю, там сидит человек с поломанной ногой, и его никто не встретил. Думаю, 3 часа ночи, зима, холодина. Это была Эстония, я жила 12 лет в Эстонии. Я забрала его домой. Я пригласила к нам и думаю, у меня есть хороший шанс засвидетельствовать неверующему человеку. Да, мы много говорили утром о Христе, но он предложил мне свою идею. Он говорит, я занимаюсь йогой. Хочешь, посмотри мои книги. Так как в те годы йога практически не практиковалась, я думаю, хорошо, я познакомлюсь с его идеей, с этой идеей буддистской, для того, чтобы знать, как противостоять этому направлению. Потому что, чтобы ты противостоял врагу, ты должен знать его тактику. Так я решила для себя тогда. Хотя Библия говорит, не вторгайтесь в глубины сатанинские. Но я не ожидала, что йога – это тоже глубины сатанинские. Потому что он сказал, я занимаюсь только хатха-йогой. И я так понимала, что хатха-йога – это спортивная йога, ничего глубокого с демоном не имеет. Но хатха-йога ведет к дальнейшему поражению джама-йога и другие виды йоги, сутра-йога, которые вообще демонического направления. И так я почитала его книжки. Немножко совсем. Они были переписаны руками. И вдруг я почувствовала, что Дух Святой как-то начинает стонать и печалиться во мне. Я не могу уж и так легко молиться на языках. Я думаю, Господь, что происходит? Почему такое бесовское давление обрушилось на меня? И Дух Святой сказал мне внутри, ты читаешь запретные книги. Я говорю, как? Я там одну тетрадочку буквально прочитала. Но как Слово Иисуса Христа, оно божественно, Слово Бога божественно, вдохновлено Духом Бога, также бесовские книги разного направления, особенно буддийские, китайские философии, черные магии, разные виды магии, они вдохновлены бесовскими духами. И обращение, даже знакомство с этими книгами может дать дьяволу возможность атаковать вас и даже вселиться в вас, если вы будете практиковать его предпосылки или его формы, формулы действия. Еще один случай. Так что мне пришлось потом отрекаться от этого духа, и впоследствии Господь меня освободил от этого буддийского духа, который атаковал мой разум. Когда мне было уже 24 года, по случаю болезни, я лежала в Риге, в больнице. И выйдя из больницы, это как раз прямо перед переездом в Германию, буквально две недели до переезда в Германию, я поговорила с одним братом, тогда там была большая церковь Ледяева, и мы дружили с этой церковью, они были пятидесятнической церковью, и один студент из этой церкви говорит мне, Нелли, пойдем кришнаитам, познакомимся, что это за учение, я вообще человек любознательный, хочу много знать, и хочу знать позицию врага. Я сказала, конечно, пойдем, не понимая, что это посещение несет с собой большую опасность. Когда я посетила их, шесть часов почти длилось ихнее богослужение, они говорили разные формы откровений, и что на них сходит вибрация, и такое все прочее. И я думаю, я такая голодная, у меня такая слабость была после больницы. Они сказали, в конце мы будем кушать. Я думаю, сегодня они говорили об оккультной пище, пище посвященной, может, мне не стоит ее есть, но потом я вспомнил, что, по-моему, в 10 главе 1 Коринфянам написано, если ты сидишь в храме идолов, жертвоприношение в мире ничто, или пища, которая пришла от жертвоприношения, ничто, если ты не признаешь ее, если ты ешь ее с совестью, не признающую идолов. Вот это я вспомнила. Думаю, ну тогда я могу покушать эту пищу, ничего страшного, что она полежала у алтаря. Но это было страшно, потому что в следующей главе написано, не можете участвовать в вечере бесовской и вечере Господней. Я сделала нарушение, поэтому впоследствии, когда я уже освобождалась от демонической зависимости, когда мне было 33 года, Дух Святой говорит мне, у тебя заключен нечистый завет. Я говорю, Господь, я никогда ни с кем завета не заключала. И он напомнил мне, а помнишь, ты была у Кришна, и ты ела идоложертвенное. Это идоложертвенное вводит тебя в завет с их демоническим духом. Так что я отрекался от этого духа Кришны, отрекался от всех мантров, которые я там слышала, от всего бесовского влияния, и освободилась от этого духа. «Мой дух обновляется через покаяние и рождение свыше». Колоссянам 1, 22. «Он примирил нас с Богом». Евреям 10, 14. «Мой дух стал совершенным через одно приношение Иисуса Христа, как? Посредством крови Иисуса. Но тело и душу надо обновить через Слово Божие и подчинение Его повелениям». Простите, друзья, я буду говорить очень быстро телеграммным текстом, потому что у меня всего один час, а очень много информации. Римлянам 12, 2. «Грех теряет власть над телом через смерть в водном крещении». Римлянам 6, 2. «Но есть повеление Иисуса, бесов изгонять». 16 глава Марка. «Где нам изгонять бесов? В мир идти? Нет, конечно, в мир нам не надо идти, потому что там Его подданы, Его гражданство, Его царство. Но мы должны изгонять бесов на территории Иисуса Христа». «Грех теряет власть надо мной, но зачем мне изгонять бесов, если я уже новое творение во Христе Иисусе? Затем, чтобы очистить душу и тело от бесов. Мы, мой дух, – это храм Святого Духа, поэтому написано «Очистите себя от всякой скверной плоти и духа». 2 Коринфянам 7, 1. «Дух Святой вселяется в мой дух, но бесы могут атаковать тело и душу из-за разных причин». О греховных наклонностях написано и о привычках наших. «Умертвите, отбросьте, отрекитесь». В новом переводе везде написано «отрекитесь». Колоссянам 3, 5, 8. «Пусть не будет среди вас ни блудника, ни взяточника». Это новый перевод. Нет, дальше, дальше, дальше. Разная информация, прочитайте дома. «Учения бесовские, духовные философии вдохновлены демонами, заряжены духом зла. И прикосновение к этим наукам предоставляет демонам возможность вторгаться в разум и душу, низводит проклятие». Божье писание, богодухновенно. Тимофея 3, 16. «Традиции, учения и действия, связанные с духами тьмы, поражают, уничтожают. Покаявшиеся должны отречься от оккультных знаний, освободиться от их власти, чтобы впоследствии не было мешанины в разуме. Когда ты начнешь искать откровения Духа Божьего, чтобы два голоса не звучали у тебя, Дух Божий звучит в сердце, но дьявол может звучать в разуме. «Чтобы Дух обольщения и лжи не владел мыслями и волей, Дух Святой вселяется в наш Дух, а демоны арендуют душу и тело». Рассмотрим несколько пунктов нарушения Божьих принципов в пророческих заблуждениях. Первое – самовозвышение. Что указывает на форму обольщения, когда человек начинает себя возвышать или когда Дух внутри его начинает его возвышать? Дух обольщения сулит адресату, то есть тому, кому он обращается, духовную высоту, признание авторитет – это не мание величия. Но дьявол обольщает людей пьедесталом, величием, обещая признание общества. Дух обмана, однако, может предупредить человека о том, что он, конечно же, поставлен выше всех, но люди, возможно, не признают его авторитет. И таким образом он подчеркивает, что он значимый, но не признанный. Принятие духа лжи разных рангов, имен, пьедесталов, имен нарицательных, чревато поражением и затуманиванием разума. Я сейчас вам прочитаю выписки из тетрадок обольщенных людей. Господь очень часто посылал меня к людям, которые обольщены духом лжи, и мне приходилось заботиться о их восстановлении, но я забирала у них тетрадки, которые они исписывали днями и ночами, получая информацию демонического мира. И поэтому некоторые формулы, некоторые сообщения я вам здесь представлю, чтобы вы имели представление, как действует дух и обольщение на разных уровнях. Примеры. Одной женщине дух говорит, ты корона, я возложу тебе на голову достойного человека. Я заметила, что у нее были истинные откровения, они схожи были с текстами Писания, и была фальшь, какая-то подделка. Другому человеку дух говорит, ты будешь второй Моисей, ты выведешь народ в пустыню, но это уже ярко выраженное обольщение, однако он поверил этому. Третий фактор, третий вариант. Одному говорит, дух Ильи сошел на тебя, или кому-то говорит, ты как Иоанн Креститель. Это конкретный человек, о котором я рассказываю, или конкретные люди, я знаю их имена, я никогда стараюсь не произносить здесь ничьи имена. Я меняю страны имена для того, чтобы не опозорить, не выявить человека, у которого была проблема. Наша цель души попечать, любовью и позаботиться о его безопасности. О безопасности его авторитета. Парень, который говорил, я Иоанн Креститель, он был с Украины, приезжал всегда в ванных штанах на собрании. Мы все ему новое купили, и он не переодевался. Мы говорили, ну что ты так себя ведешь? Он говорит, ну я же Иоанн Креститель, он же тоже одевался очень скромно. Я говорю, ну тогда одевай на себя Иоаннову одежду, эту шерсть грубую, и кушай акриды и дикий мед. Ну, конечно, это он не делал. Но зато, почему пришел этот дух обольщения? Я сейчас раскрою причину. Когда мой сын ночевал у него дома, ему было 10 лет, Данику, и он сказал, мама, я в ужасе. Он спит на матрасе, даже просто не нет. Такой вот предреченный Иоанн Креститель. Но зато у него стоит компьютер за 2000, и все сатанинские игры он играет каждый день. Вот поэтому на него сошел дух обольщения. Но Бог желал избавить его и вразумлял его, однако он не поддавался. Еще одному человеку, женщина-пророчица, которую я называю лжепророчица, говорит, «Земля преклонится пред тобой, ты будешь второй Иов. Люди будут собираться перед тобой, как бы будут величать тебя. Ты будешь стоять у ворот, ты будешь важный для всей земли. В общем, ты пуп земли. Но на самом деле этот человек очень скромный, совсем не возвеличивается перед людьми, и нет у него даже таких данных, чтобы быть вторым Иовом или очень значимой личностью на земле. Еще одному человеку говорится, что ты будешь действовать в духе и силе Исаии, ты пойдешь по земле». Ну, это вообще уже заблуждение. Однажды Бог меня послал в одну страну, в один город, который я здесь не называю, и сказал, «Ты поедешь в эту страну, и в церкви, в которой ты будешь». У меня как бы уже было решение, в какую церковь я поеду. Когда я стала молиться, «Господь, какое у меня задание, что мне нужно сделать в этой церкви, как я могу помочь людям в этой церкви?» Господь мне сказал, «Эта церковь связана тремя духами обольщения. И когда ты поедешь туда, скрой все о себе, информацию, скрой. Не говори о том, что ты миссионерка, чем ты занимаешься. Стань тише воды, ниже травы». И просто изучая ситуацию вокруг, вслушивайся в каждое слово. Когда я делала так, как Бог мне сказал, встретилась с пастором, встретилась с людьми, изучала, чем же они обольщены. Потом я была у них на молитве, и Дух Святой сказал, «Они обольщены тремя духами» и дал мне их название. Какими духами? Я думаю, вот это да. Они стояли в кружке и молились, а то все держались за руки. Я сразу отошла в сторону. Я сказала, «Не хочу быть под влиянием этого духа, но для того, чтобы мне бороться за это общество, я стала в сторону и стала связывать этих демонов». Потом выяснилось, что эта церковь настроена была осознавать себя как мать всех церквей. И они говорили даже, что и восхищение церкви с них начнется. В общем, они тоже главная сеть на земле, и все действия Божьи будут сосредоточены на них, и от них пойдет всякое миссионерство, всякое божественное движение. Это было внутреннее обольщение, это было обольщение. И эту систему внушили им три духа, три ангела, которые диктовали пастору определенную книжку, написанную им по ночам. И понятно, что Бог мне уже указал, что три духа. Она говорила, это были три ангела. Но это были ангелы обольщения, они тоже могут прийти в виде ангела света. Еще одной женщине Бог говорит, «Я дам тебе новое имя тайное, но ты никому не говори об этом». То есть это тоже самое возвышение, но скрой. Следующее. Эта женщина тоже была в нашей церкви, но потом она ушла. «Ты моя путеводная звезда, сокровище мое, попало в мои руки, я тебя крепко держу, ты мое настоящее будущее». Но Бог никогда так не скажет, что мы его настоящее будущее. Это такой самообман. Или ей же было сказано в другой раз, «Я нарекаю тебе новое имя, ты царица Девора, ты бесстрашная великая река Божьей благодати и любви, ты будешь вливаться в дома». Ну мы никак не можем вливаться в дома. Благодать вливается в дома. Еще одному человеку было сказано, «Ты как Бенигин в исцелении, как Бенигин в исцелении, так и ты будешь в изгнании бесов, ты поедешь по всему миру». Ну никуда этот человек не поехал, потому что нужно было единственным, чем заняться, отречься от этого духа обольщения. И по комплексу, и по своему роду деятельности он вообще никуда не путешествует. Еще и очень много детей. Во всех этих пророчествах почерк духа отверженности, обделенного человека. Я хотела бы в каждой теме говорить противовес, что делает дьявол и как функционирует Бог. Итак, Бог призывает к смирению, к самоотречению. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Написано, «Смиритесь под крепкую руку Божию и вознесет вас в свое время». Павел говорит, «У людей ли я ныне? Ищу благоволение». Нет, конечно, не у людей. Значит, мне не нужно самовозвышение. Я могу быть ничтожным и маленьким в их глазах, а в своих глазах тем более. Наша позиция. Мы рабы, ничего не стоящие. Если мы пророчествуем, мы делаем то, что должны были делать. И наше пророчество не возводит нас на пьедестал. Это только форма служения. Мы не становимся выше пастора или какого-то другого служителя. Конечно, Павел также подчеркивает, что бьют нас, мы терпим. Нам тоже придется много терпеть. А бить будут все, кому не лень. Так бывает в пророческом служении. Смиряйтесь. Но если вы в обольщении, ищите душепопечителей, которые помогут вам выбраться из обольщения. Второй пункт. Дух лжи требует послушания, полного подчинения. И мы должны быть очень внимательны. Дух лжи требует согласия под угрозой наказания, под страхом отпадения от истины, под страхом лишения вечной жизни. Примеры. Я недавно в интернете посмотрела такую аудиозапись. Она называется «Христианин ля-ля». И там очень много пророчеств, около 300. Меня попросили это прослушать. Уже 10 штук прослушав, я поняла, откуда ветер веет. Это, конечно, обольщение. Но дьявол может пугать человека, что если ты не послушаешься меня, ты отпадешь от истины, ты лишишься вечной жизни. Так что и в этих пророчествах было тоже такое слово. Я оставлю вас, не буду учить вас, если не послушаетесь меня, вы погибнете. Это я говорю, я говорю, я говорю. Ни разу не было сказано, так говорит Господь, так говорит Дух Святой. Все время я говорю. И постоянно таким льстивым голосом, полушепотом. И вести, которые она говорила, часто расходились с божественным учением, хотя там было много на шпигованном мест Писания. Многим Дух говорит, если не подчинишься, сгоришь в огне, обрушу на тебя все проклятия, брошу в тюрьму, детей твоих уничтожу, не зложу, отвергну, опозорю тебя, испепелю, сломаю гордую выю твою или шею твою. Одной женщине говорит, запомни, с тобой работают небеса. Кто не слушается, тот карается за грех. Ну вообще не библейский текст. Конечно, это обольщение. Или, если не послушаетесь, я пошлю на вас страх и ужас. Столько страха, что мне самому страшно. Это я с книжки выписала. Бог предлагает добровольное повиновение. Он не давит, не пугает, не заставляет служить, не угрожает разделаться с нами болезнями и бедствиями. Вообще, болезни и бедствия не от Бога. Они приходят в нашу жизнь, но Бог предлагает нам избавление через веру. Иоанна 12, 26. Кто будет веровать, спасен будет. Кто мне служит, мне допоследует, говорит Иисус. Итак, выбери жизнь, чтобы жить, или смерть, чтобы умереть. Иоанна 3, 36 написано. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни. Мы уже живем в благодати, но дьявол пытается арендовать наш разум, поэтому есть предупреждение в Библии, не давайте место дьяволу, ни через какие науки, ни через какие похождения к бесовским целителям, массажистам и так далее. Если есть примесь в пророчестве, то всегда придет состояние дискомфорта, внутренняя тревога. Когда я училась в пророческой школе, к нам в школу однажды пришел один англичанин, он говорил по-немецки, но наш учитель, Михаил Масловский, не говорил по-немецки и не говорил по-английски, он говорил только по-русски, он был из Ленинграда. Но в то время он уже жил в Германии и обучал нас. И вот этот англичанин попросил разрешения спеть две песни про славление. Ну ничего здесь страшного нет, пусть себе поет, учитель разрешил. Когда он начал петь песни про славление, он две спел и вдруг резко поставил гитару и начал пророчествовать. Тоже одной из молодой пророчицы, которой буквально год была верующим, или два. И он так кричал, так истерически себя вел, он махал руками, кулаками. Я сразу почувствовал в духе дискомфорт, беспокойство, тревога. Я говорю, Господи, что это за дух? И Дух Святой говорит мне, это чуждый огонь. Но если это чуждый огонь, то мы не хотим, чтобы этот нечестивый огонь, бесовский огонь распространился на наших людей, тем более на новообращенных. Михаил Масловский не мог остановить его, не мог ему сказать по-немецки. И как бы было такое замешательство. Несколько пророчиц подошли ко мне, что делать? Я говорю, вы противостойте. А я пойду и возьму микрофон и остановлю это безумие. Потому что он уже переходил к следующему. Я просто взяла микрофон и стала молиться на языках, чтобы этот джентльмен понял, что мы не согласны с его действиями, и мы об этом не договаривались. Он замолчал, но очень-очень разозлился на меня и впоследствии искал возможность отомстить мне за такую смелость. Итак, одному человеку Бог говорит. Я теперь читаю выписку из тетрадки обольщенного человека. Ой, извините, пожалуйста, не Бог говорит, потому что это обольщенный человек. Одному человеку Дух говорит. Все время говоришь. Почему? А зачем? Вот твое правило. Я ничего не знаю, ничего не понимаю, Богу доверяю. Все, что я тебе приказываю, записывай. И еще один момент, но это уже явный признак обольщения. Я выключаю твои эмоции раз и навсегда. Ты еще будешь удивляться и научишься держать язык за зубами. Иисус в тебе. Но сейчас ты ходишь по безводным местам, но это просто бред. И каждому ясно, что это бред. Но ей на тот момент не казалось, что это бред. Она думала, что это Бог говорит. Она знала текст описания и видит, что это что-то похоже на Библию. Дух говорит, Иисус в тебе, но сейчас ты ходишь по безводным местам и собирай учеников. И ангелам заповедуют и вознесут они тебя. Здесь уже конкретная фальшь, импровизация на свой лад. Ангелам так не заповедано. Написано, что они поддержат тебя. И это был текст об Иисусе, а не об этой женщине. Эта женщина когда-то болела психическими болезнями, потом уверовала, но надо было ей серьезно пройти служение освобождения. Она не понимала это. И поэтому такие проблемы были. Третий пункт – манипуляция на смешку. Дух лжи маневрирует человеком, как куклой на веревочке, как марионеткой. Обманщик повелевает отключить разум и подчиниться досконально во всем. Он говорит, что духовные поручения выше разума, поэтому доверяй мне целиком, я знаю, что делаю. Злой дух указывает, когда и куда ходить, кому верить, кому не верить, где можно купить вещи, где не покупать вещи, что есть, что не есть, какими улицами ходить, какими не ходить, какую мебель использовать, с кем дружить, с кем не дружить. Это, конечно, самообман. Если я хочу узнать, какая мне нужна диета, мне не нужно для этого вопрошать Господа или что мне купить на питание. Мне можно прослушать какую-то здравую лекцию в интернете. Да, кстати, в четверг здесь будет моя сестренка с утра читать лекцию Библии и здоровья. Так что можете послушать ее, если вас интересуют диеты, здоровье, восстановление. Итак, я приведу еще несколько примеров. Однажды, когда мне было 17 лет, я была на аэропорту в Таллине и познакомилась с молодой красивой девочкой, которую я видела, что она христианка, она сидела там очень скромно одетая, и в то время вообще все по-другому люди выглядели. Я подошла к ней и говорю, вы, наверное, верующие, стала говорить о Боге. Она сказала, да, я христианка, я евангелистка. И так как я очень глубоко с ней заговорила, мы друг другу понравились, она сказала, пойдемте к нам ночевать. Я очень смелый человек, думаю, да поеду, что страшного. Девушка одна живет, никаких проблем не предвидится. Когда я приехала к ней, мы только говорили о Христе, я очень люблю говорить о Христе и обмениваться мнениями о знании Писания, об истине. Когда я пришла к ней, я заметила, что у нее какое-то фальшивое настроение, и что Писание несколько исковеркано в ее сознании. Я увидела на ее тумбочке фотографию, где было 12 женщин вот так белыми покрывалами покрытые, и сидело 12 стариков рядом с ними с большими бородами, как еще во Дне апостолов носили одежду, с такими старинными одеждами. Я говорю, что это за фотография? Откуда у вас такой античный кадр? Она говорит, нет, не античный, это наши отцы и матери. Я говорю, как это по Библии не соответствует? Написано «Отцом себе на земле не называйте никого». Нет, это Дух Святой избрал 12 отцов, вот они служат в нашей церкви и 12 матерей. Я думаю, какая странная ситуация в церкви. Хорошо, мы легли спать, но я не могла спать. Но меня нашел такой страх, такой ужас. Я чувствовала присутствие Духа Смерти. Я не могла уснуть от страха, давления этого Духа Смерти. Я молилась два часа на языках, пока просто от усталости выключилась и уснула. И я думаю, почему такое давление Духа Смерти здесь? Утром пришел их дьякон и стал разговаривать со мной. Он был заинтересован привлечь меня в их церковь, но не тут-то было. Я уже хорошо была подкована в истине и видела, что там конкретная фальшь. Я доказывала ему, что они неправильно действуют, что он говорил, я крещен Духом Святым, но не молюсь на языках. Это не по Евангелию. Если ты крещен, у тебя есть признаки крещения Духом Святым. У тебя есть небесные новые языки, посредством которых Дух Святой молится через тебя небесному Отцу. И так не соответствует твоя вера библейской установке. И потом он сказал мне ужасное сообщение. Я понял, почему Дух Смерти стоял около моей кровати. Он сказал, что их пасторы, которые носили фамилию Смирновы, уже давно умерли, и что эти пасторы руководят ими из духовного мира. Вот это страшно. Это христианский спиритизм. Значит, эти старейшины, 12 человек, общаются со своим умершим пастором, то есть с Духами. Фактически, Дух Смирновых не приходит, приходят только демоны, тем более это пара приходит. Приходят только демоны под их величием, под их видом и могут говорить их тембром голоса. И, конечно, всю церковь они завели под влияние спиритизма, под влияние демонического Духа Смерти. Вот поэтому в ее комнате жил Дух Смерти, который тогда давлел на меня. Это опасно. Еще один вариант. В Германию в одно время приехал человек, не буду называть его имя, который учил всех ходить на Третье Небо своевольно, добровольно. Такой своевольный поход на Небо просто связан с Духом Ведуном, с Духом Святым. Это никак не связано. Когда Богу надо, Он поведет тебя на Третье Небо, на какое угодно, на Второе, но только не на Седьмое. Седьмое Небо, чтобы вы знали, связано с мусульманским миром, это обольщение. И Павел говорит, я был вознесен до Третьего Неба. И так я понимаю, что эти люди, которые увлеклись этой идеей походом на Третье Небеса, они стали впадать в духовный экстаз, они видели странные видения, они впадали в такие состояния, что им казалось, что они уже путешествуют на Третье Небеса, но в результате создалась страшная группировка, которая попала полностью под бесовское влияние, они называются христиане 21 века. Некий Денис руководит этой группой через интернет, и проповеди, которые он произносит теперь и произносил те годы, страшно слушать. Это просто вульгарщина, святотатство, нападение на Евангелие, нападение на служителей, нападение на истину. Он просто грязь говорит о Евангелии. Он говорит такие вещи об Иисусе, что хоть уши затыкай, и такие вещи о Библии, что я даже произносить не хочу, настолько они противные, грязные, унизительные. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, если вы связаны как-то с этой группировкой христиане 21 века. Христианами тоже можно маневрировать, как угодно, потому что неопытные христиане бездумно верят всему. Сказали, это выгодно, это интересно, это сверхъестественно, и пошли в христианский астрал, и попались в действия духообольщения. Легко стать жертвой духообольщения, если не знаем его тактикой. Умножается благодать, умножаются и действия тьмы. Истинные монеты и ложные очень похожи. Дьявол не раскрывает настоящую свою сущность, а выставляет свои проделки под именем Бога для усыпления бдительности. Есть пословица «Бархатный весь, а жалко есть». Итак, наша цель обнаружить жало, которое есть при движении обольщения. Дух лжи не приходит с рогами, он действует соответственно твоих интересов. Я еще раз приведу пример из аудиозаписи «Христианин ля-ля-ля», которая стоит в интернете. Это льстивый, нежный голос, шепчущий голос. Тема его пророчеств приблизительно такая. Когда этой женщине надо защитить было свою прическу, она под эгидой пророчества защищала свою прическу. Когда ей надо было свой авторитет защитить, она тоже словами Писания защищала свой авторитет. Когда кто-то вопрошал, ехать ли ему, думаю, что это происходит в Белоруссии, когда кто-то вопрошал, ехать ли ему к Куркаеву, она говорила, нет, не едьте туда, вам не нужно вообще никуда ехать, сидите дома, я с вами, я везде. Кто-то вопрошал ехать на энкаутер для освобождения, она говорила, нет, не надо ничего предпринимать, сидите дома и наслаждайтесь той проблемой, с которой вы живете. Ну, я утрирую уже, гиперболистикой занимаюсь. Я везде, я везде, вам не надо ходить в церковь, все с вами хорошо. Конечно, это обольщение, хотя там все-все-все похоже на Библию, но есть такие конкретные мотивы, где видно, что это подделка обольщения, остальное все просто ширма. Итак, подделка, имитация иногда вызывается сильным желанием выказать свое помазание искусственно. И люди получают детальные указания на каждый день. Это тоже манипуляция, часто подкрепленная словами из Библии. Вот выписка из тетрадки. Таких редких овечек, как ты, я люблю. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Видите, какая подделка? Человек думает, Бог с ним говорит. Дальше идет конкретная фальшь. Вы мое будущее, и доверие твое дороже золота. Лучше читай мои откровения, чтоб они жили в тебе, как вода живая. И не думай ни о чем, не контролируй, не подсказывай мне. Я сам все знаю, что говорить. Ну, просто детская игра, детский сад. Но человек думает, что это на самом деле Бог. Четвертый пункт. В фальшивых пророчествах иногда присутствуют угрозы и устрашения сплетни. Дьявол унижает, не излагает, загоняет в тупик. Дух лжи не сразу запугивает, но по мере прояснения обстоятельств. Он требует принять его условия. В ложных откровениях видно почерк характера бесовского духа. Он клеветник и обвинитель наших братьев. Так написано в откровении. В ложных пророчествах клевета, подозрения, обвинения других, осуждения, критика. Цель дьявола – опорочить служителей, лидеров, душепопечителей и выставить их в грязном виде, чтобы дистанцировать их с народом, с пастором. Примеры. Я выписку одну нашла в церкви моего мужа. Женщина пророчествует. Группа прославления на сцене противна мне. Вы служите бесам, а не Богу. Конечно, это ложь. Мы поклоняемся Богу и на сцене мы поклоняемся Богу. Если есть кто-то, кто в грехе, это не значит, что группа прославления служит бесам. Возможно, это женщине была месть, недовольство, и она вот под эгидой пророчества, под ширмой пророчества выразила свою идею. Но это очень страшно, когда мы пользуемся божественным источником или, сказать, божественным именем, а сами прикрываем свои идеи. И страшнее, если это было вообще движение духа обольщения. Еще одно письмо пришло мне по интернету, но оно не ко мне было написано. Я выписала его для своей информации. «Привет! Мне Бог все заранее сказал, как будет на ячейке. Мне в эти дни Бог все про всех говорил. И то, что вы обо мне рассказываете, и это христиане. И вижу видение о вас, вы все в ужасном виде. Вы думаете, я ложный пророк? Ха-ха! Я точно знаю, что во мне Господь говорит. Мне было сказано, что получу в спину удар, но этот человек слабее меня, и он получит нож в сердце и погибнет». Она говорит, Бог показал про вас тоже разную грязь. Можете себе представить, какой Бог показывает разную грязь. Я знаю, что вы меня не принимаете. Да, написано, Христа гнали, будут гнать и вас. Эта женщина пришла в нашу церковь, уверовала, приняла Духа Святого, но я знала, что у нее есть болезнь эпилепсия, которую она скрывала, и у нее была шизофрения. Она тоже скрывала. Поэтому, когда она пришла в церковь и начала изъявлять пророческое слово, люди подумали, что это истинный пророк. Не сразу обнаруживается фальшь. Но так было все завуалировано, что мне пришлось вопросить о ней не в нашей церкви, а я послала вопрос в Белоруссию, и пришел ответ, что да, у ней есть истина в сердце, она приняла Иисуса Христа, но дьявол заливает дёготь в ее разум. Дёготь. То есть черноту заливает в ее разум, поэтому разум подвержен духу обольщения. Вот, и, конечно, если у человека шизофрения и эпилепсия, ему вообще нельзя пророчествовать. Но на тот момент женщина, которая была старшей в нашей церкви, она разрешила ей пророчествовать. Поэтому мы, пророчествующие, просто собрались вместе и сказали, давай противостоим этому духу. Мы взяли трехдневную молитву, чтобы запретить этому духу. И через короткое время эта женщина сама ушла из церкви. Она думала, что мы восстали против неё, но мы не восстаем против личности, мы восстаем против обольщения и вреда. Еще один вариант. «Отвернулись вы от меня, Господа Савваофа, не слышите меня, не ищите воли моей, поэтому гнев мой сойдет на вас, если не пойдете за мной». Угроза и устрашение сплетни – это дьявольское. А что же божественное? Как выявить истину божественную? Вот противовес. Бог говорит мягко и с любовью. Он вразумляет, но не унижает, не растаптывает человека. Везде милость и благодать. Обличая грех, он указывает на выход. В Евангелии нет агрессии, и тем более не должно быть агрессии в пророческом служении. Пятый пункт. Детальные указания на каждый день, на неделю, манипуляция, подкрепленная словами с Библией. Божьи повеления, короткие, ясные, соответствуют слову Библию. Мы лично иногда неправильно интерпретируем Библию, и по мере нашего заблуждения мы можем получить ложные наставления в нашем разуме или в нашей душе. Бог не дает нам расписания событий на каждый день, и нигде в Слове Божьем мы не находим такого явления. Бог давал указания, но штучные, конкретные действия на определенный период времени. На конкретный период времени указывал его цели, планы, направления. Но у человека всегда есть свободная воля. Бог не маневрирует нами, Он дает советы, Он показывает свой план действий как оптимальный вариант. Я слушаюсь Бога, потому что это в мою пользу. Бог заинтересован поддержать меня, Бог заинтересован направить меня. Бог очень уважает право выбора, потому что Он нас так создал по своему образу и подобию. Он дает нам совет о чем-то, когда мы спрашиваем Его. Если событий и вариант не в нашей власти, неординарный, Бог обязательно пойдет нам навстречу и даст нам ответ, даст нам совет, но нужно ходатайствовать, потому что написано «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Когда я хочу получить слово от Господа, я использую текст обетования, ты укажешь мне путь, который избрать, и я молюсь этим текстом. Но как учиться, какую пищу готовить, какую одежду купить, в каком магазине покупать продукты, это дело моей логики, моего опыта, моего уровня развития, моей осведомленности. Какую я буду использовать диету, это мой выбор. Кстати, если вы хотите знать о диете, в четверг в этот Лиле Мертес в Доме хлеба у Александра Шевченко будет как раз учить на тему Библии и здоровья, как сохранить свое здоровье, как избавиться от болезней, особенно связанных с постами. Итак, если я хочу быть здоровым, я буду подчиняться указаниям первой главы «Бытия». Есть просто больше зелени, семян и фруктов. И мясо, конечно же, есть надо с горькими травами. То, что делали евреи. Тогда у нас не будет воспаления в желудке и в кишечнике. Но Бог не будет мне выписывать рецепты. Какого вида питания мне нужно придерживаться? И так ясно указано в Библии. Остальное ты можешь прочитать в интернете. Прочту вам классический пример заблуждения. В медучилище, прямо на уроке, Дух диктует одной женщине-христианке. Помнишь апостола Павла? «Забудь то, что я тебе вчера говорил, и все почитай тщетным. Когда я с тобой разговариваю, постарайся не отвлекаться. Я и сегодня ночью звал тебя, но ты от страха убегаешь, и поэтому я тебя трогать не стал. Девочка ты моя. Это плоть твоя боится, а не ты. Понимаете, какая лесть? Девочка сладенькая моя. Дух Святой не обращается так к нам. Это же нелюбовные отношения. Где я, там любовь, мир, согласие. Конечно, если меня там принимают. А если нет, то живите как хотите. Ясно, что это фальшь. А теперь иди на перемену. Смотрите, какая диктовка. Это важно зачатым вчера малышам. Кстати, она не была беременна. Это тоже была ложь, конкретная ложь. Я бог твой отец и сын. Все в одном и том же. И когда она начинает сомневаться, он ее сразу наказывает и дрессирует. Ох, я отфильтровщик же ты. Порой так и наказал бы тебя. Но я милосердный. Ты мое сокровище. Попало в мои руки. Я тебя крепко держу. Я это уже читала? Таких редких овечек, как ты. Я люблю. Вы мое будущее. И твое доверие дороже золота. Лучше читай мои откровения, чтоб они жили в тебе, как поток живой воды. И не надо думать. Только выполняй все, что я тебе говорю. И не подсказывай мне. Я сам знаю, что говорить. И смотрите, какое отношение. Чудо ты мое. Просто оскорбление. Я тебя буду подкреплять, поэтому ночами ты будешь писать, а днем спать. Переворот идет. Бог предназначил ночью спать, а днем работать. И не ходи такими-то улицами. Они не чисты. Уже пошла конкретная фальшедиктовка и манипуляция. Не покупай в магазине Норма. Это было в Германии. Магазин Норма. И выкини всю старую мебель, потому что она уже была использована. Там живут бесы. Это вообще ложь. Я дам тебе новую мебель. Конечно, он ничего ей не дал. Но попытался подавлять ее. Она почти всю мебель выкинула к тому времени, когда я пришла к ней в гости. Слава Богу, что она была послушная. И я объяснила ей, в чем ее заблуждение. Она отреклась от этого заблуждения, освободилась. Еще один случай конкретной диктовки. Одной женщине после лагеря детского предложили вознаграждение мед. Всем раздавали, поварам и служителям. Но так как она была под влиянием духа обольщения, она говорит, я не возьму мед, мне надо Господа вопросить. Все удивлялись. Это был баптистский лагерь. Она пошла, спросила духа. Конечно же, это не был Господь. Брать мне мед или нет? И дух ей в разум послал такую идею. Нет, не бери мед. Он не чистый. Хотя это было совершенно неправда. Мед предложен был от одного христианина, который имел свою пасеку. Вот такие детальные указания, такая манипуляция на веревочке встречается в наших христианских церквях. Шестой пункт. Явный признак обольщения поток непрестанных откровений. Голос в голове, в череве, шепот на ухо или целый каскад озвученных мыслей, как радиовещание в голове, не дающее ни спать, ни работать, или же сумбурное нагромождение видений, как картинки в кино, идущие одна за другой. Это обман бесов. Если это происходит не под действием наркотика, потому что человек может видеть галлюцинации под действием лекарства и наркотика, но если это происходит под действием бесовского духа, тогда, конечно, это обольщение, если это происходит часто. Примеры. Я рассказывала вам о женщине в Карелии, у которой был дух Вещунский, и она была под влиянием бесов и потом разрушила практически церковь, в которой она была, и людей, с которыми она общалась. Не буду второй раз рассказывать, в прошлой передаче это есть. Теперь еще один случай из России. Вы понимаете, я меняю всегда страны и города. Сестра после водного крещения слышит голос. Она 16 раз была у колдунов. Получила крещение Духом Святым после покаяния. Исповедалась в своих грехах, но не исповедала посещение колдунов. Она не знала, что ей надо в этом исповедовать. Это исповедовать. Она исповедовала какие-то определенные каждодневные грехи. А церковь та не имела опыта с духовными явлениями, но в это время мы как раз приехали в тот город и жили с мужем там короткий срок, где-то год. Так что, когда она получила водное крещение, на следующий же день ее стали преследовать голоса. Голос диктовал три дня и три ночи. Она думала, что это Бог, потому что она уже слышала, что можно получать пророческие откровения. Она работала в системе охраны на одном производстве и, конечно, носила с собой оружие. Ночью дежурила на производстве, и утром на нее сошло такое бесовское влияние, обольщение. Когда пришла другая смена, их было, по-моему, восемь человек, она всех построила под пистолетом, взяла оружие в руки и говорит, «Так, вы все должны теперь покаяться, встаньте на колени, иначе я вас расстреляю». Ну, сами понимаете, они с удовольствием встали на колени, лишь бы остаться в живых. Это было страшно и смешно. И они все покаялись, потому что она сказала, какие слова молитвы сказать. Она не понимала, что она сейчас находится в бесовском экстазе. И потом она отдала свое оружие другой смене. Конечно же, ее арестовали. Конечно же, ее хотели поместить в психиатрическую больницу. Но через день поняли, что просто у нее был удар какой-то эмоциональный. Ее уволили с работы. Она больше не имела права носить оружие. И к нам приехали с ней, сказали, пожалуйста, помогите. Она не может ни спать, ни есть. Она круглые сутки пишет какие-то откровения, и списала за три дня двадцатилистовую тетрадь. Я читала эти откровения. Это там такое сумбурное все было. Я тебя люблю, я Бог твой. И потом обзывает ее всякими словами. Потом сулит ей будущее, красоту. Потом говорит, что она ничтожествоватой отправится. В общем, настоящий винегрет. И так как мы были начинающие в служении освобождения, мы практически месяц молились за нее. Она очень много материлась. И даже когда ехала к нам, ее трудно было везти в автобусе, потому что это был стыд и позор. Но потом она в процессе месяца освободилась от одного духа за другим, отрекалась от всего. Мы разорвали все фотографии, которые были проколоты иголками, которые были у колдунов, ее рубашку ночную, которая была у колдунов, все сожгли. Я расскажу вам еще один вариант. Это христианский астрал, которому подвержены многие люди. Я знаю такого парня по имени Саша. Он говорит мне, вот сейчас просто текст, я сокращенно даю текст длинного разговора с ним, как он переходит в духовный мир или как он общается с духовным миром. Он думает, что это Бог, но я уверена, что это не Бог, и сейчас я это докажу. Он ни в какой ни церкви, он сам по себе ходит по всем церквям и занимается тем, что вытягивает людей из церкви, чтобы как-то создать свою ячейку. Он говорит, я прихожу с работы, пою пару песен на гитаре, песни прославления, и он думает, что я через песни прославления могу открыться духовному миру, и Дух Святой будет наполнять меня. Конечно, если я пою песни прославления, Дух Святой будет наполнять меня. И я могу услышать голос Божий, но так как он уже под влиянием искал не знаю чего, может быть, своего утверждения, то Дух лжи наполнил его разум, а может быть, он в прошлом где-то окунулся в духовные бесовские науки, и поэтому уже был под влиянием разума. И потом он говорит, а потом после прославления я могу часами слушать откровения. Я бы уже целые книги написал, на меня сходит такая сильная вибрация. Я могу Духом своим подняться и подойти к человеку и внушать ему какую-то истину из Писания. Он говорит, понимаешь, Неля, если ты лично беседуешь с человеком, он не внимает тебе, но когда я Духом передаю ему информацию, подойдя к нему в духовном мире и говоря на ухо, тогда это более влиятельно, более внушительно. От Духа к Духу джилучий принимается. Я слушала, и у меня волосы дыбом вставали. Кошмар какой. И он подтверждал свою идею местом Писания. Он говорит, Павел ведь тоже летал в Духе. Он сам говорит, я отсутствую у вас телом, но присутствие Духом принял такое-то решение. Я говорю, ну Павел это образно говорил, что он не присутствовал в том месте, где отлучали человека за грех. Но я с вами заодно, вот так сказать, присутствие Духом. Он не ходил никуда в духовную атмосферу. И он соблазнился этим, и также думал, что он правильно делает, и летал в пространстве, как Павел, как он думал. Когда он пришел к нам на ячейку, меня позвали, чтобы обнаружить фальшь, чтобы посидеть и послушать его тему. И было видно, что очень много подтасовки, но трудно было сразу определиться. Я все-все-все записывала, фиксировала, а потом мы все стали молиться. Я предоставила ему полную возможность раскрыться, кто он, чем он дышит. И вот сестра его видит о нем видение. Кстати, все люди, которые сидели тогда в кружке, все видели видение. И сестра его видит о нем видение, что на нем одета шапка на его голове. А на голове сестры обруч. О чем это говорит? Что разум этого человека полностью в обольщении. А сестра уже попала под влияние этого духа обольщения, потому что верит всем сказкам, которые приносит демонический дух, предъявляя себя под эгидой Божьего Духа. И так разум его связан. И люди, которые тогда сидели на ячейке, из-за которых он помолился, они все попали в проблемы. За каждого пришлось молиться за освобождение, и они отрекались от этого духа обольщения и от тех видений, которые они увидели в тот момент. Представляете, какая сила духа обольщения. Я говорю, Господи, что это за дух? Что это за дух? И Дух Святой говорит мне, я дал тебе власть раскрыть силу преступления, силу бесовского духа. Но я была малодушная. Я не захотела при всех вступать в сражения. Я думала, это люди новообращенные, пойдет сильная конфронтация, спор, и лучше это делать отдельно. Может быть, это было правильно, потому что потом все равно молились за этих людей. Итак, Бог дает конкретное повеление, а не раскладку действий, событий на неделю. Бог направляет, Бог вразумляет, советует, остерегает, предупреждает, как быть в данном конкретном случае. Он дает директивы на определенные действия и время. Вспомните апостола Павла в Македонии, когда Павел по своему плану хотел идти в определенное место проповедовать, и это был неправильный план, несоответствующий Божьим целям. Тогда Бог послал ему во сне македонянина, который сказал, приди и помоги нам. Я, кстати, такие сны тоже видела, когда люди иногда являлись и говорили, Нелли, приди в нашу церковь, у нас очень большая проблема. Это был сон, который можно назвать водительством от Бога. Однажды мне дали деньги на билет, чтобы провести в Литве женскую конференцию. Я помню, что я держу эти деньги в руках и говорю, Господь, вот 70 евро, открой мне дверь, благослови мою поездку в Литву, чтобы я провела женскую конференцию. И я молилась, и ходатайствовала. И вдруг Дух Святой говорит, не в Литву, а поедешь в другую страну, вот в такую-то страну. Я думаю, надо же, совершенно внезапное сообщение, я туда не собираюсь ехать. Я там уже когда-то была, и там очень сложная ситуация, там даже негде найти место для ночлега. Я говорю, Господь, не хочу ехать в эту страну. В прошлый раз, когда я туда ездила, у меня негде было ночевать, так было все напряженно. А Дух Святой говорит, нет, поедешь. Я уже третьему человеку обращаюсь, и каждый отказывается. Я сказала, сдаюсь, Господи, еду срочно. Даже если я не найду место ночлега, буду ночевать на аэропорту. Это был очень огромный город, и Бог мне сказал, что мне делать. Я еще с пару пророками помолилась, почему ты у меня даешь такое специфическое посланничество. Мне хотелось узнать точно цели Божьи, что мне там нужно предпринимать, в какой церкви быть. И я перезвонила в пять церквей этого города, никто меня не принимал. Я думаю, какая странная ситуация. Бог меня посылает в гостинице жить, у меня нет денег, потому что я безработная, я домохозяйка, а меня никто не принимает. Господь, в чем дело? И Господь мне говорит, когда ты поедешь туда, ситуация будет настолько напряженная, что ты будешь чувствовать себя как в тумане, как в туннеле. Ты не будешь видеть, куда идти. Настолько сгущено будет духовное давление бесовское. Но ты все равно сделаешь то, что мне надо. Ты встретишь там четыре человека, которые связаны с духами тьмы, и нужно их освободить. Я думаю, интересно, где же в этом огромном городе искать эти четыре человека? Но я доверяю Богу. Я знаю, что Он организует события так, что я встретюсь с этими людьми даже через тяжелые обстоятельства. Тем более я буду как в туннеле. И Бог говорит, тебе будет так трудно, что ты возопиешь там и скажешь, Боже, зачем ты меня сюда послал, чтобы растоптали? Так и было. Все было так. Были настолько сложные обстоятельства. Та церковь, в которой меня раньше принимала, и тот пастор, который когда-то сказал мне, Нелли, ты так сильно проповедуешь всегда, ой, ты так сильно пророчествуешь всегда в десятку. Это не мне была похвала, но я только радовалась тому, что Бог дает мне точные откровения. Этот же пастор в этот раз настолько унизил меня и отверг. Были такие сложные обстоятельства, что тот, кто меня принял на ночлег, через два часа сказал, ой, вы знаете, у меня сложные обстоятельства, муж болеет, я не хочу вас принимать. Идите к тому пастору, который вас прежде принимал. Но потом перезвонили пастору, и он меня забрал. Но у него не было возможности ночевать, там было много гостей, поэтому я спала на какой-то военной раскладушке и была сильно притесняема, я не знала, что мне делать. Но в этих притесненных обстоятельствах, в этом унижении, которые непонятно, почему меня постигло, я не буду рассказывать детали, это не относится к моей теме. Я пророчествовала одной женщине, которая приняла мое пророчество, но пастор не принял. Он через это пророчество унизил меня, хотя потом все точно исполнилось. Но они не были согласны с этим удивительным откровением. Так что, когда я ехала домой, я думаю, боже мой, мне кажется, за всю жизнь меня столько не растаптывали, сколько за одну неделю я испытала унижение, пренебрежение, колючих взглядов. И когда-то Бог сказал Павлу, дерзай, Павел, у меня много людей в этом городе, явился мне ангел Бога, которому служу. Я недавно услышала, ты получишь приглашение из страны, где ты еще не служила. Я открываю мой фейсбук, и там приглашение из Беларуси. Так что Господь сказал, это воля моя, поедешь туда, и ты будешь делать то, что мне угодно. Иногда, раньше я ездила только по выходным дням или ездила на каникулы. И вот в 13-м году я говорю, Господь, наступает весенний каникул, куда ты пошлешь меня? А Господь говорит, этой весной никуда не поедешь. Это не значит, что Он пренебрегал меня, но это значит, что были особо определенные условия. И оказывается, в эту весну вулкан выпустил много залыв в пространстве, самолеты не летали в 13-м году. Бог защитил мои финансы, я не покупала напрасно билеты и не делала напрасные планы. Седьмой пункт. Явное противоречие ранее сказанному откровению или указанию. Например, иногда Дух говорит, ты выйдешь замуж за такого-то, и когда судьба не совершается, пророк ищет себе отговорки и говорит через время, ой, Бог отменяет судьбу, потому что то-то и то-то не соответствует. В твоем доме произойдут перемены, пророчествует одна женщина, мать исцелится. Но мать умерла, и после смерти матери она говорит, Бог не предусмотрел обстоятельства. Ну что это за Бог? В июне месяце одна женщина говорит моей подруге, Бог избавит тебя от тирана мужа. Но когда это не совершилось, в ноябре она подходит к ней и говорит, Бог меняет свой план, потому что муж ожесточился, и Бог отставляет этот план и сообщает другую весть. Получается, Бог передумал, в каком свете вы представляете Бога. Написано, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнить. Числа 23.19. Бог может отменить приговор только в случае покаяния Иеремия 18.10. В Изекиле тоже так написано. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами до сегодняшнего вечера. Бог да благословит вас и утвердит плоды правды вашей. С вами была Нелли Мертос на программе «Влияние». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова